Музей Победы Поклонный горе во время форума «История для будущего. Новый взгляд». Год назад государство выделило средства на конкурс для произведений в интернет-средах. Я позволил себе выбрать несколько, для того, чтобы вам сегодня показать. И мне кажется, что мы имеем дело с каким-то совершенно новым явлением, когда молодые люди, получив вот такую возможность, снимают достаточно интересное видео. Открыл форум председатель Российского исторического общества. Сергей Нарышкин выступил с программным заявлением. Отмечая важность поддержки государством исторического просвещения, он предостерег от попыток переписывания истории. Разговор об истории нередко становится спором о ценностях. Богатство нашего прошлого всегда позволяет найти примеры, подтверждающие правоту той или иной позиции. В пылу такой дискуссии может возникнуть искушение подправить неудобное прошлое. На этот счет князь Вяземский, первый председатель русского императорского исторического общества, риторически вопрошал, какой патриот не хотел бы выдрать несколько страниц из отечественной истории. Глубоко убежден, что власть не должна учить историков их ремеслу. Напротив, именно профессиональным ученым следует адресовать вопросы о нашем прошлом, волнующем и государство, и наше общество. После выступления Сергей Нарышкин ответил на вопрос аудитории. Как Вы считаете, с какого времени начинается новейшая история России с 1917 года или же с 1991 года? История России непрерывна, и это главное. А деление ее на различные исторические эпохи – это в большей степени вопрос технический, и это необходимо для удобства и изучения истории, и преподавания. В современной историографии принято, что новейшая история России отсчитывается от начала событий Великой Российской, Великой Русской Революции, то есть 1917 года, а современная история России с начала 90-х годов прошлого века, именно вот в эти периоды происходили переломные события нашей отечественной истории. Происходил переход от одной общественно-политической формации к другой. О битве за умы молодежи и борьбе за смыслы в эпоху постправды говорили так или иначе все участники форума. Помощник президента России Владимир Мединский призвал воспитывать сложных людей, умеющих думать, анализировать, в противоположность людям одной кнопки, которые нужны глобальному либеральному проекту. Зачем учить историю в школе? Самый простой ответ, который дадут вам школьники, никакого опроса в Ютьюбе не надо на улице проводить. Историю надо учить, чтобы сдать экзамен, получить эти статы, поступить потом куда-то. Это ответ неправильный. Чтобы наши дети росли ответственными гражданами, гражданами великой страны, они не должны зазубривать правильные ответы для экзамена. Цель изучения истории – стать сознательно действующим гражданином. Сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что конечной целью информационной атаки на Россию является попытка лишить нашу страну статуса страны-победительницы, а значит, поставить вопрос о ее нахождении в совбезе ООН. Некоторые механизмы того, как проходят эти процессы, на примере недавнего прошлого привела в своем докладе председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева. Предлагали приватизировать образовательные учреждения. Министерство получает грант от информационного агентства США на техническую стажировку управленцев. Именно в 1991 году первые 30 управленцев из 30 регионов России отправляются на управленческую переподготовку. Были привлечены зарубежные соразработчики для создания новых учебников. Естественно, что не обошлось без СОРОСа. Министерство образования получило для экспертизы 5 миллионов долларов от фонда СОРОСа на издание, прежде всего, учебников по истории и обществознанию. Нужно было собрать в кратчайский шок конкурсные программы, перевести учебники и пособия. Признавалось с помощью следующих государств в области издательской деятельности. Бельгия, Норвегия, Индерланды, ФРГ. Нужно было за кратчайший срок, полтора-два года, создать 100 новых номинований учебных пособий. В школе были завезены тысячи типографий. Для чего? Для того, чтобы переводные курсы, переводные курсы, можно было печатать, тиражировать, не отходя из школы. Второй раз, 17-й, 91-й, попытка изменить гуманитарное знание. Слава Богу, не удалось. Я глубоко признательна, Сергей Евгеньевич, лично вам. Мне довелось много работать с историческим обществом. В 2014 году, благодаря поручению президента о работе администрации Российского исторического общества, произошло то важнейшее событие. Мне очень свойственен пафос, меня за это часто упрекают, но я сделаю это с большим удовольствием. Было принято решение по созданию историко-культурного стандарта. Об актуальности затронутых на форуме тем говорили и вопросы аудитории, самые главные из которых – запрос на качественное историческое знание. Служба информации Фонда «История Отечества». Надпись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...